Как будет организовано обучение школьников после окончания весенних каникул? На вопросы родителей и педагогов отвечают по телефонам горячей линии Минпросвещения России и Минобор Чувашии. Их вы видите на экране. Напомним, что с 23 марта до 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения. В Чувашии сейчас разрабатывают пошаговые инструкции для родителей, педагогов и учеников. Сейчас родителям и детям рекомендованы электронные ресурсы, на которых размещены образовательные материалы. Они отобраны Министерством Просвещения России. Преподаватели, учителя имеют возможность отобрать в рамках того расписания, которое сейчас формируется на будущую неделю, те темы, которые должны быть освещены ученикам в рамках учебных программ. Ссылки на данные задания, на данные уроки, в том числе и устные, формат видеоуроков, формат задач, он будет в виде ссылок прикреплен в электронном дневнике и отправлен ученикам конкретно в рамках расписания. Каждый ученик в электронном дневнике должен получить не просто ссылки, а конкретный путевой лист по каждому предмету, на какой сайт заходить, какое видео смотреть и где выполнять домашнее задание. Разработку стандарта действий уже начали профильные министерства. При этом его не только пропишут, но и наглядно продемонстрируют. Хотим протестировать и на базе пятой гимназии показать, сформировать речевые модули, видеоуроки, как рекомендованную базу, чтобы у учителя в любой районной школе не разбегались глаза при огромном этом перечне, чтобы выбрать то, что больше подходит для нас и разработать четкий предмет по каждому алгоритму упрощенных действий и более щадящую систему оценок на этот период. С нашей стороны мы все-таки будем рекомендовать больше изучать уже пройденный материал, и задания должны быть упрощенные для детей, чтобы это действительно не вызывало проблему. Однако особо сложные темы объяснить школьникам учителя смогут и очно. Для этого они смогут собрать один класс в школе, где будут отрабатывать конкретный урок. При этом требования к руководству образовательного учреждения вырастут. Оно обязано провести дезинфицирующие мероприятия до и после занятий. Здесь нам самое главное сейчас очень важно выдержать вот этот момент, вот этот период, чтобы не допустить распространения болезни и пройти его с минимальными такими рецидивными, скажем, событиями. При этом школы с небольшим количеством учеников или там, где нет технической возможности перехода на дистанционку, продолжат обучение очно. Младшеклассники по заявлению родителей и согласию администрации школ тоже будут продолжать учиться в обычном режиме. Дистанционное обучение вводится в школах России с 23 марта по 12 апреля. Что будет дальше, зависит от эпидемиологической ситуации. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.